В общем, рано или поздно мои рассказы о публичных домах должен был вклиниться в спорт. Казалось бы, как могут переплестись игры взрослых с мечом и взрослые игры без меча? Могут оказываться. Результат стрельба, полиция и плачущие жрисы любви. Записанная история была в двухтысячных, а когда произошла, ну кто теперь вспомнит? Сначала лирическое отступление. Стеснение. Вот замечательное и очень человечное состояние. Как вы понимаете, без стеснения в бордере нельзя. Особенно, пока он не стал тебе домом, родной. Стеснение приветствует тебя уже при входе к подъезду. Петербургские публичные дома в средней и средненькой руке расположены в таких же средних и средненьких кирпичных домах постройки счастливого 19-го века. Почти весь несчастливый 20-й век в квартирах этого дома были коммуналки, символы СССР. Но потом СССР неожиданно умер, а коммуналки выстроились в очередь на новую жизнь. Стать борделями повезло не всем. Некоторые квадратные метры остались в состоянии ад на гастролях, другие попали в категорию ад на ремонте. Но какие-то переродились в отдельные квартиры, и в итоге, вот что интересно, сам дом становится коммунальным. На разных этажах одной лестницы могли жить авторитетные предприниматели, продавщица овощного, студенческая пара, арендующая комнату у какой-нибудь бабули с Уфака, иностранец, которому впарили квартиру Лермонтова, дескать, он здесь стрелялся с Балконским, с Андреем, обязательный алкоголик, заливающий всех без разбору, ну и, наконец, десяток проституток, в уютной атмосфере постсоветской причудливой роскоши квартиры номер восемь. Все жильцы идиоты и знают, что квартира номер восемь – это не школа ораторского мастерства, хотя близкая по духу. Более того, клиент квартиры номер восемь тоже понимает, что если он стоит у двери, а с верхнего этажа идет бабушка с овощей, то она в курсе, зачем он здесь стоит. Паскуда похотливая. Кобель бесстыжий. Особо малохоленные начинают паниковать, изображать работника-собеса или агитатора на выборах. Спрашивают, извините, вы не знаете, а здесь находится музей картосов имени Фрунзе. Бабку обмануть можно, а войску нельзя. А войско смотрит тебе прямо в душу и спрашивает. То есть с женой мы не можем. С женой мы только 29 февраля. Скотина эгоистичная. А ей сейчас каково? Ну а если покупатель любви невезучий и напарывается на алкаша, то вообще можно аневризму приобрести. Он же сразу начинает орать на весь подъезд. Трахаться пришел, а мне пухнуть не на что. Шантажист либо получает в рупор, либо деньги. Моментально. За годы работы он выучил, от кого что ожидать и вычисляет трусливых, велосердных. Трусливых давайте не врать себе. По шагам. После парочки таких столкновений посетители Бретона начинают стесняться еще накануне. Зайдет в булочную. Им кажется, что даже рулет с маком догадываются, куда этот фрукт в костюме завтра в пять собрался. Что вы же говорите про хожих на улице в непосредственной близости от заветной квартиры. Тем более о жильцах. Вот очень все это непродуманно и стеснительно. Тем не менее, некоторые до искомого бадуара доползают. Им открываются двери, предварительно изучив в электроглазонках. Девушки стараются тоже взглянуть, кто пожаровал. Город-то маленький. К одной работнице умудрился попасть ее бывший однокурсник. Они сидели час. В итоге оба ушли. Она в слезах. Он ее забрал. Навсегда. Но видеоконтроль можно пройти. Оказываешься в прихожей. Иногда бывают логистические конфузы. Уходящий и приходящий клиент нелепо встречается в дверях. Новички пытаются прикинуться обоих. Бывалые шутят. В команде зенит. Замена. Далее конвейер отправляет страждущих в гостиную, где все события этого боевика и разворачивались. Однажды осенью на шикарном диване дома свидания у станции метро Чернышевская оказались задницы двоих москвичей. Они закончили все свои столичные дела, собрались в аэропорт, но неожиданно воспылали страстью. Абстрактный, безадресный, но страстью. Покопались в интернете и нашли, где с этим вопросом разбираются. С тиснением не испытали, квест прошли. Сидят в гостины и ждут, когда перед ними продефилируют нимфы, свободные в данное время. В эту секунду московский черт нашептал гостям включить телевизор. Показывает футбол. Последние три минуты матча между зенитом и спартаком. Потребители платной любви попросили дать им посмотреть игру и впились в экран. Делать ничьей, но на последней минуте питерские футболисты не доглядели и пропустили. Московские болельщики не подумали, в каком они городе, и бурно стали праздновать победу. Шумно. Параллельно забыл, зачем они пришли. Неожиданно, в глубине борделя, тревожно хлопнула дверь. И в коридоре послышались медленные, но очень тяжелые шаги. Москвичи, как никто в России, знают, когда идет он. Аутентичный, трогательный и неотвратимый русский пиздец. Чувствовать его первыми – уникальный дар столичных жителей. Только не говорите никому, что здесь было нецензурное слово, у меня будет нестяк. Гости поняли, что каменный гость, кто ходит к ним, и что речь пойдет не о любви. Коля Башня вошел в гостиную в борделях в черных спортивных штанах, в костюмной белой рубашке, тоскующей по утюгу, в резиновых тапках на одну басунь ногу, другую в носке. В руках у Коли был пистолет, в глазах тоска, алкоголь и жажда. Жажда событий. Коля жил в публичном доме уже третью неделю, и прошел все стадии семейной жизни. Безудержный секс, секс по списанию, увиливание от секса, ненависть к сексу, пьянство, футбол. Те же стадии он прошел сначала за три года с женой, потом за год с любовницей, это всегда прессуется. И когда судьба упекла его в храм разврата на неопределенный срок, а Дао повторился, Коля отчаялся. Отмечу, что находился он в борделе по весьма прозаичной причине, его хотели убить. И он прятался. Коля Башню, бандит средней руки, не рассчитал кружок в финансовое будущее и падал. За ним летели на истребителях кредиторы и неубитые конкуренты. Добрые люди сказали ему залечь на дно, немедленно. Потому что хвост висел на Коле, как попробовал родник на Шупе Шалеттона. В момент того звонка, Коля был на дне, на моральном дне, а именно на Кристине и на Карине, ну, если быть до конца точными, между ними. Телефон сообщил, что выходить из борделя Коле не следует. Возможно, никогда. Но точно в ближайшие пару недель. Как он их провел, мы знаем. Секс с неограниченным количеством партнерш скатился в неограниченный просмотр футбола. Он все время переключался с испанской вики на российскую, выдерживал полчаса, ощущал безнадежность, отхлебывал с горлышка ближайшей бутылки и проводил параллели со своей жизнью. Коля Башня понимал, что его существование – это российский футбол. Деньги есть, но он никому не нужен. Заработки шальные, но детям нельзя рассказывать, чем он занимается. В школе. Настроение от этого не улучшалось, но оставался патриотизм городского масштаба. Зенит Коле любил очень. Всем убитым нутром, уставшим от четырех стен, погони и бесконечного секса Коле желал победы любимой команде, особенно в борьбе с ненавистными москвичами. Заказали Коле тоже люди с внутренней стороны садового кольца. Поэтому, услышав победный вой из гостиной борделя, Коля Башня остался просто в башне, встал с нару, достал пистолет, загнал патрон в патронник, поленился натянуть носок и открыл дверь в новое будущее. Раздевайтесь. Дума уперлась в потный лоб одного из гостей северной столицы. З-з-з-з-з-з-з-зачем? Дребезжающим голосом потерясался второй. Трахаться будете. Вы ж за этим пришли. А с кем? Друг с другом. Распичи застыли. Коля дважды выстрелил в потолок. Управилами бордели летела в комнату. Коля, ты что делаешь? Сейчас менты приедут. Приедут. Тебя соберут? А там... Там же тебя найдут комаровские или как-то там, из Москвы. Найдут же. Найдут. Жизнь Коли разонравилась окончательно, ему стало все равно. Раздевайтесь. Коля направил ствол на дрожащее колено одного из борецчика. Через 28 секунд два дряблых 35-летних обнаженных тела стояли у дешевого рояля, с помощью которого в будуаре периодически устраивали караоке. Коля выкинул одежду в открытое окно. Ну давайте. Говорят, вы в Москве все это умеете. Коля вложил в это все умеете массу презрения настоящего ленинградского гопника к ненавистному городу. Парни из белокаменной были обычными менеджерами, а пистолетов только читали. На футбол ходили раз в год и кто вложил. Но русского человека нельзя прижимать к стене, особенно при дамах. Один из мутистов посмотрел в Коля на мутные глаза и голосом партизана, идущего на расстрел, отрезал. Трахаться не буду. Спартак чемпион. Коля медленно поднял пистолет на уровень глаз своего визави, но между ним и смелым красно-белым встал управ делами Бортеля и со слезами на глазах спасла сразу четыре жизни в этом салоне, включая свою. Не надо, Коленька, не надо. Я тебя только полюбила. Но не губи себя и мальчика, а не бонж, какие смелые оказались. Коля пистолет не опускал, но и не нажимал на спусковой кричок. Управ делами срочно начала работать мистером Гульфом. Менты были свои, ну, разумеется, но вызов проигнорировать не могли, значит, минут через пять их можно было ожидать. Одежду москвичей уже выбросили и пришлось импровизировать. Единственного клиента срочно выпроводили, сказав, что грядет облава. Ствол спрятали, носок на Коле надели. Обнаженным, так сказать, фанатам объяснили, что выход один либо заткнуться и слушать режиссера, либо уехать с милицией голыми в качестве потерпевших, но потом все будут знать, где и в каком состоянии их взяли. Артисты согласились. Столичным франком заклеили на всякий случай скотчем рот и розовыми пушистыми наручниками приковали к батарее. В дверь постучали. Вы что, совсем охренели? Лариса, что за пальба? Управ делами, приступила к выполнению служебных обязанностей. Это не пальба, это фейерверк. В честь чего? У меня свадьба. Вот, жених, Николай, видишь, белые рубашки. По случаю праздника. Поздравляю. Так. А почему эти голые, залитые на ртом и прикованные к батарее? Бодельса. Чего? Ну, это типа кукольного театра, для взрослых. Кукольный театр. И кто здесь карабас-барабас? Женщина вошла в роль, взяла плетку и гриво дала показания. Я. Но не карабас-барабас, а госпожа. Не волнуйтесь, никакого насилия, просто маскарад в честь праздника. Лариса, а куклам нравится? Мед посмотрел на участников маппет-шоу, на плетку в руках, убрав делами, потом на фало-имитатор, стоящий на рояле. Лариса училась на театрального режиссера, любила художественную достоверность и за пять минут собрала нужные декорации. Нравится, я спрашиваю? Куклы усердно закивали. Господи, что в стране творится? Стал сокрушаться капитан милиции, который не так часто бывал в этом притоне по своей работе. Ладно, сейчас комнаты проверим и поехали отсюда. Кроме девушек, в борделе никого не было и наряд не стал задерживаться. Ларис, мы на субботник вам, в среду, всем отделением. Вот, мне теперь просьба, можно без этого вашего в ЛКСМ? БДСМ. Вот можно без него? По старинке. Коля отсиделся в борделе, развелся с женой и открыл с Ларисой спортивный бар. Спартак в том сезоне что-то выиграл. АПЛОДИСМЕНТЫ